Это ты, это я, между нами... Это последний экзерсист Дани Милохина. Да-да, того самого Таниила Милохина, любимца топ-менеджмента Сбербанка. Такой, конечно, контракт сорвался. Я думаю, и Дани Милохин расстроен, он не скрывает. И Герман Греф, наверное, тоже плачет от горя. Такой был бы контракт, такой был бы фрукт. Вкусняшка. Это ты, это я, между нами молния. Это ты, это я, между нами... Поедусь? Простите, ребят, я полностью отрезаю. Я максимально осознаю все, что я делаю. Это лишь шутка. Прости за шкурный вопрос, да, за Дудевский. Но все-таки вот сколько ты зарабатывал, когда вот был в России, когда был, типа, на пике на трои. Ну, типа, сколько у тебя было масштаб бабок, вот интересно понять. Месяц. Месяц? Или самый большой договор какой-то? Просто были люди, которые... Самый большой договор 90 миллионов рублей, чувачки. Да ну! Месяц! Кого из этого от тебя? Ну, мне его не дали, знаешь, почему? Потому что я вышел в платье. Что такое? Я вышел в платье на Муз-ТВ. А нахуя? А кто тебе дал договор? Сбербанк. Ты вышел в этом платье? Ты пожалел? Нет, мне было денег. Он разъебал этим платьем, нет? У меня не было этих денег. У всех есть шанс оставить этот след. Да, ну можно... У всех есть шанс оставить этот след. Да, ну можно... Понял вопрос, но я сейчас отвечу, как я понял. Я думаю, что люди, которые как-то оставили какой-то творческий след в истории, они не целились именно в то, чтобы оставить след какой-то. Они делали, считали это интересным, считали это веселым, считали это каким-то, не знаю, может, красивым. Делали, и как-то у них получилось оставить след. То есть, я думаю, у всех есть шанс оставить этот след. Да, ну можно вопрос от меня, уточняющий. Правильно я понимаю, что клип «Золотая чаша» с твоей точки зрения останется в истории? Я не знаю, я не думаю. В смысле, вообще не думаю. Это заметно. А девкой был бы крашен. А вам не скучно в бухгалтерии? Ну что, одни цифры. Нет, нет, нет. Это единственная профессия, где я могу работать спокойно. Как это? Ну как, коллектив женский. Никто не пристает. Работай себе. В удовольствии. А вам что, не нравится внимание мужчин? Ну, дело в том, что в офисе обычно пристают офисные клерки. Другое дело, легкий флирт с начальником. Извините. Да, слушаю. Сколько? Ага. Еще и НДС. А как это посчитать? Еще. Оленька, вот скажите, пожалуйста, я, к примеру, вам дам 54 тысячи долларов. А за минусом НДС что в этом случае снимается? Все. Все, кроме Сережек. Пипец.